Всем привет, с вами Дарриди, и мы продолжаем проходить такую замечательную игрушку как Диабло Варс. Что ж, мне кстати удалось связаться с разработчиком игры, Сергеем Головиным, и он мне перечислил 200 черепов, что очень радует. Ну что ж, давайте попробуем использовать их с умом. Я кстати, знаете что хотел? Попробовать все-таки призвать вот этого Тови, который дает 25% к опыту, и... То есть как тут написано, некогда ваш преданный друг Тови, свирепый воин по прозвищу Волкодав, в насмешку был приорчен зипаром Волка. Если Тови пойдет на поле боя, вы сможете призвать его вновь уже бесплатно. То есть мне кажется, один раз если я куплю это умение, я смогу постоянно уже бесплатно его призвать. Это круто. А еще такое какое-то очень умение, которое с 15 уровня будет действовать. Очень интересно посмотреть будет его. Так, ну а сейчас, кстати, вот этот Грога торгуется артефактом. Давайте посмотрим, что у него тут есть. Кстати, я могу выкупить предметы, которые я, видимо, продавал ранее. Не так-то дорого, за сколько продал, за столько и покупаю, по сути. Так, ну это дороговато все-таки, мне кажется. Звуки эпичные, смотрите. Тут всякие кинжалы, классно вообще. Ладно, мы не будем пока. Ну, это для мажоров, конечно. Есть аршив. Я слышал, как ты помог Аше. Может быть, ты не откажешься помочь и мне? Давайте посмотрим. В Ацарате находится Великий Храм Истоков. Это единственный храм во всем завете, с которым все родители поддерживали связь. Верховным жрецом в храме был мой далекий предок Ариан. Примерно 200 лет назад из храма перестали поступать вести на паломники, вошедшие в храм в это в то время, как и не вышли из него. Прошу тебя, узнай, что случилось с моим великим предком Арианом. Храм ищи в речной долине. То есть мне нужно пойти сейчас в речную долину. Что было задание? Гошгош убит. Найдите кладбище в речной долине, убить Саманиэля. Интересно будет. Так. Убить Саманиэля. Давайте попробуем его завалить. В речной долине храм находится. Что ж, пойдемте туда. Мне кажется, это будет интересно. Ну, немножко отстранились от основной задачи. И пойдемте... Так, речная долина. А где она? Так, ну я пока... Пока что... А, вот, вот она, сама речная долина. По сути, это где-то вот тут, значит. Днете кладбище в речной долине и убите Саманиэля. Давайте пробуем найти Саманиэля и его убить. Так, моя свита очень мне хорошо помогает. Еще призовем. Все, теперь у меня очень красивый смысл. И теперь у меня слава. С такой ароматом, что вообще ничего не страшно. Там уже просто ходить, а они сами за меня все работают. Да, ну, типа, как микромант. Буду качать навык на микроманты. Это круто. Курс, много денег на микроманты, их, по-моему, возможно, мы не найдем. А, ну, я не знаю, да. Мы должны, да. А когда мы белый пилот не будем сказать, что мы отличные в нужном мне участии, в нужном мне участии. Вот, если будет моя свита, я их называю, чтобы нарядом разграбливают. Так, ну вот, я в речной долине, пока Саманиэля я не нахожу. Вот, он должен быть где-то тут, мне его надо только найти. Ну, где же он? Так, какие-то тут, смотрите, палатка. Тут кто-то поселенцы какие-то. А, хе. Как бы выразиться. Так, ладно, не будем выражаться. Пойдемте искать Саманиэля. Может быть, я его уже убил? Не, если бы я его убил бы, мне кажется, об этом бы оповестили. Но так раз не оповестили, значит, я его даже еще не видел. Определенно я буду качать этот навык. Навык Некрономика. Так, что еще могу тут улучшить? У меня есть, короче, призвать скелета воина. Позволяет призвать первого скелета воина, сражающего на вашей стороне. Так, или же позволяет призвать первого скелета лучника, сражающего на вашей стороне. Очень, мне кажется, будет хорошо, что Моя Света будет стрелять. Так, призвать скелета мага позволяет мага сражающего на вашей стороне. Ну-ка, а что из этих проклятия? Быстрая смерть. Повреждение 2. Радиус 1-2 требуется уровень 5. А очко навыка, чтобы разблокировать, стоит 5 маны. Давайте посмотрим, что такое. Поклятье, быстрый смерть, горячая клавиша, shift, плюс левая кнопка мыши. И что, это будет shift, левая кнопка мыши? А, вот она, теперь я смогу вот так это поработать. Хоба. Все, короче, у меня классная вещь, вот эта быстрая смерть. Будем ей пользоваться теперь. А, чтобы пользоваться, нажимаем на shift, и левая кнопка мыши. Все понятно, все хорошо. Теперь я остался еще сюда. Наверное, мне кажется, мне нужен тогда посох, раз я маг, некрономик. Тогда мне нужен посох. Самонелий я так еще не нашел в ручной долине. Ну, я, конечно, тут копню, короче, ничего не знаю. Где же этот... О, смотри. А, треснувший скипетр, давайте возьмем. Так, ну, тогда они же мне ясно сказаны. Так, что, найти кладбище в ручной долине и убить сомнение. Или, может быть, это, который в центре находится? Храм истоков. Да, мне кажется, мне надо туда идти. Сейчас, ну, скажу. Я ничего не нахожу. Ладно, идем в храм истоков. Там будет круто, я думаю. Так, чтобы попасть мне туда. Ну, мне кажется, вот я вот так поаккуратно. Да, вот тут есть мостик. Мостик и вот он, храм истоков. Вот там, мне кажется, должен быть самонелий. Активируем телепорт, кстати. Теперь я смогу тут появляться. Так, ну и... Моя свита разобралась очень быстро и эпично с ними, со всеми. Так, крутой замок. Ну-ка посмотрим, как смерть отойдет. Не важно, если они не могут легче. Они просто будут намного легче убить. Здесь я уже продаю. Сколько тут всяких предметов? Так, давайте. Я думаю, половину тут можно продать этих. Так, длинный лук есть. Длинный лук. А, так. Не надо. Вот насчет этого я подумаю. Плюс 20 маны и... Ну, это, я думаю, посох мне ни к чему. Вот так оставим. Пошли дальше. Твори-то творится. Твори-то творится. Твори-то не твори. Это, видимо, такая девушка, которая творит. Так, какое мне интересное время. Так, чтобы... Так, я могу еще что-нибудь призвать. Ну-ка. Повреждение на два. То есть... А, быстро смерть. Ну да, я так и понял, что... Накладываю этот эффект. Врагов намного быстрее. Можно убить. В два раза быстрее. Так, давайте попробуем что-нибудь еще. Так. А, я не могу... Все понятно. Я не могу призвать, потому что... Блин. Так, что-нибудь еще тут есть. Проклятие влияние распада радиуса сопротивления всем стихиям... Снижает сопротивление всем стихиям... Существо снижения эффекта брони есть, короче. Существенное понижение меткости. Урон и шанс критического удара понижаются. Существо снижает скорость передвижения и атаки. Мне кажется, что этот очень хорошо намок использовать. Быстрая смерть. Да, давайте его будем прокачивать пока что. Блин. Я не хотел... Я не хотел на это жать. Так, ну ничего, у меня есть телепорт. Сейчас мы быстро вернемся назад. Вот, храм истоков. Храм истоков, говорю. И пойдемте... Сейчас мы быстро попадем. Хорошо, что я активировал телепорт. Не забыл. Давайте что-ли, знаете что, прокачаем. Мне кажется, интеллект стоит прокачать. Так, и тогда уже можно одеть уже великий посох жреца. Ну, меч пока оставим и посох возьмем с собой. А, я не могу, короче. Так, ладно. Ну, я нублю, конечно. Так, ну-ка. Ладно, в общем, пойдемте проходить дальше игрушку. Те же вон... А, с амманиэлем я буду убить. Ладно, не забудем. Так, ши... А, горячая часть. Так, ну у тебя же ты с амманиэль там. А, тут есть, короче, история. Нежеланная... Не желая смотреть, как дети убивают друг друга, там Лиэль покинул завет. Аманиша же решила воспользоваться силой дарования ей самой смертью и вернула в жизни многих убитых детей, но только к нескольким из подданных мерцельцов вернулась душа. Остальные не смогли осознать себя и остались нежитью. Давайте почитаем, что тут еще есть. Короче, мне нужно по порядку книги читать. Вот. История Завета 1. А давайте снимем, может быть, отдельную серию. История Завета. Да, ну придется тогда на этом завершить эту часть и продолжим уже пятую. Да, с вами был Дарвиди. Подписывайтесь на мой канал, на канал моего друга. И все будет круто. Ладно, все, заканчиваем эту часть и пятая будет интересная. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok